Объясню, кто это. Ну, Вячеслав Мальцев, фигура самая заметная, это человек, который в свое время в своей саратовской квартире вместе вот с другим аферистом, это Эдуард Бабаджанян, они создали канал на YouTube «Артподготовка». Вы, наверное, помните, я хорошо помню этот канал с самых первых дней его существования. Мальцев засчитывал плохие новости, а Бабаджанян за экраном подливал, так сказать, маслица в огонь, ну, мог жестче высказаться, чем Мальцев, там, отматерить кого-нибудь, ну, видно по нему, что человек психически нездоровый, но вот, значит, раскручивали они свой канал. Видите, никакое доброе дело в России не остается безнаказанным. Правильно, Елена Касаткина. Вот это по-русски, блядь, не по-грузински нихуя, это по-русски. Вы мне предъявляете, блядь? Вы меня собакой и вором называете? Я сделал, блядь, плохие новости, я вам Мальцева подарил, блядь. Нихуя бы вы этого не знали. И она меня собакой называет, блядь. Да ты, сука, последняя после этого. Пиздец. Вообще, откуда ты выплыла? По-прежнему слушайте эфиру Мальцева лишь потому, что Мальцева – это, прежде всего, недюжное человечество, недюжный ум. Я слушаю, потому что это моя программа, блядь. Потому что я ее создал, блядь. Я создал этот образ этого актера. Да, он, конечно, сам из себя говорит. Я продюсер был этого проекта, поэтому я смотрю. Это мое детище. А ты тявкаешь тут, блядь. Просто пиздец. Какие, блядь, идеи. Сначала никаких разговоров о какой-то революции вообще не велось. Они чисто зачитывали плохие новости. Затем дело поперло. Возникла, так сказать, идеология у всего этого, где появилась вот эта дата. 5.11.17. Появилось название и пошло-поехало. Они начали раскручиваться за счет чего? Внимание. За счет, конечно, донатов и просто волны денег, которые люди начали им перечислять. И у них организовались штабы, у них появилась своего рода сеть, у них появились соратники. Те, кто стали их поддерживать, прежде всего, своим личным участием. Это вот следующие физиономии на всей этой карте. Создавали блоги, распространяли всю эту информацию, призывали людей, призывали и верили. Понимаете, все душевно верили в славу Мальцева. Даже в 2017 году все время, которое посвящал Мальцева, у меня вышло 5 роликов о нем, я никогда доброго слова в его адрес не сказал. Я всегда говорил, ребята, остановитесь, посмотрите на этого человека внимательнее. Вы поймите, бывший мент, ядрос, близкий друг Володина, он не может быть никаким революционером. Это пустышка. Он просто раздувает себя. Но человек мечтает о большой блогерской карьере, плюс запахло большими деньжищами. Он вам навешивает лапшу по любому поводу. Невозможно верить, что революцию можно заказать к определенному числу, как пиццу, понимаете? Не будет революции в стране, где нет никаких предпосылок к этому. Но вот такие блоги, как у меня, естественно, смотрят все равно не так много людей. Да и потом смотрящие мои эти ролики, что я там читал, сквал критики. Оставь в покое Славу Мальцева. Да это народный герой. Ты ничего не понимаешь. Зачем ты его критикуешь? Ровно как вот я сейчас кричу, уже мозоль натер про Алексея Навального. И ничего, кроме критики, я свой адрес о Навальном не получаю. Та же история была со Славой Мальцевым. Что произошло? За месяц до ноября они все свалили во Францию. Но большинство из них уехали. И к назначенной дате они в стране не находились. В первую очередь Слава Мальцев, который там себе на Лазурном берегу купил замечательный дом. Завелся молодой женой, ребенком. У него все сложилось. Все классно. Он думал, что вы здесь за него сделаете революцию. Вот его дело, оказывается, было информировать людей, понимаете, разогревать этот огонь. А вот в числе тех, кто выйдет на площадь, он, конечно, быть не должен. Как и остальные вот эти физиономии, никто из них 5-го, 11-го никуда не выходил. Вот это факт, на который я прошу обратить внимание. Что бы они сейчас ни говорили, как бы они ни отмазывались, что их обманул Слава, что они во что-то там верили. И это, ребята, вот это трусы, подстрекатели и провокаторы. По сути, они должны быть на месте тех, о ком я дальше буду рассказывать. Ну и во что...